Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. У нас уже есть оформленный профиль, есть информация, как правильно писать посты и как технически их размещать у себя на странице. В этом уроке мы поговорим об очень важной теме, это о контент-плане. Что такое контент-план? Я уверен, что когда вы листали странички в поисках донорских аккаунтов, вы сталкивались с аккаунтами, пробежавшись по стене которых, возникало ощущение, что это какая-то просто мусорка. Человек просто берет, то ему пришло в голову, кидает и таким образом наполняет свою стену. Однозначно видели аккаунты сетевиков, которые заполнены только какой-то одной информацией. Баночки, баночки, еще раз баночки. Тоже создается странное впечатление о том, как человек наполняет аккаунт. Но однозначно вам попадались аккаунты, очень красиво оформленные, в которых чувствуется стиль, чувствуется порядок. Я вам сейчас показываю аккаунт Лены Комаровой, участницы нашего скайп-чата. Посмотрите, здесь просматривается все. И стиль, и понимание, что я делаю, и вовлечение. Очень хорошо видно, если у человека, который ведет аккаунт, план размещения информации на стене, но в профилях Инстаграм. Потому что профиль Инстаграм, из-за того, что можно на него посмотреть вот так, все публикации в одном месте, сразу видно, что человек, который делает эту публикацию, прекрасно понимает, как они у него будут отображаться на его профиле. Вот это однозначно говорит о том, что у человека есть план публикации, или то, что я назвал контент-план. Возможно, кому-то покажется, что контент-план – это что-то сложное, но если вы не используете контент-план, значит, страничку, которую вы ведете в социальных сетях, вы не можете ее использовать как бизнес-инструмент. Люди, которые не пользуются контент-планом, они в официальных сетях просто проводят время. Это личная страничка, где я публикую то, что мне приходит в голову. Если вы хотите, чтобы ваша страничка использовалась как инструмент, инструмент, показывающий, что вы успешный, интересный человек, ваша страничка не должна быть мусоркой. То есть у вас должно быть что-то вот как у Лены Комаровой. В этом уроке я постараюсь вам показать, что контент-план – это не просто нужная, а это абсолютно не сложная вещь. То есть составив раз контент-план, научившись это делать, дальше у вас будет все идти практически на полном автомате. Прежде чем приступать к созданию контент-плана, нужно понимать информация какого типа может быть размещена у вас на странице. В полной версии нашего курса мы очень подробно об этом поговорим и, может быть, более детально сегментируем типы постов. Но какая-то чрезмерная сегментация, чрезмерное деление может привести к непониманию, к какому типу отнести вот этот пост. Является ли он развлекательным, либо информационным, либо он продающий, либо он все-таки экспертный. Чтобы не было такой излишней путаницы, чтобы как бы не усложнять себе жизнь, я вам предлагаю пока начать хотя бы с четырех таких основных сегментов постов. То есть разбивать свои посты хотя бы на четыре сегмента. Это первый – экспертный пост. Второе – это пост о вас или лайфстайл, как его называют красивым словом. Следующий тип поста – это можно назвать развлекательный и общий. И, конечно, продающий пост – это прямая продажа. Вот такое несложное разбиение всей информации, которую вы публикуете из себя на стене, позволит вам создать контент-план. Нужно четко понимать, какая информация относится к экспертному, или к развлекательному, или к продающему типу. Я вам сейчас постараюсь немного об этом рассказать. Вы для себя сами должны сделать такое разбиение. Обратите внимание, для понятности и наглядности я использую интеллект-карты. Это один из инструментов, о которых я рассказывал в курсе «Полезный инструмент». Что можно считать экспертным постом? Это ваше экспертное мнение о какой-то проблеме, новости, где вы высказываете свое мнение, основываясь на своем каком-то опыте. Объясняете, показываете, к чему это может привести, как эта проблема, если эта проблема может быть решена. Очень хорошо работают в плане экспертных постов. Посты это «Как сделать это-то» или «То-то». Какие-то практические советы, пошаговые рекомендации, чек-листы и так далее. Конечно, к экспертным постам, которые показывают, что вы реально эксперт, что вы не просто человек, который о чем-то говорит, это какие-то практические результаты. Здесь может быть и награждение вас чем-то, или участие вас где-то. Но очень круто работают какие-то результаты ваших учеников, либо если мы говорим о здоровье, результаты ваших клиентов, то люди, благодаря вам, такие проблемы они смогли решить. Тип постов, которые я назвал здесь «У вас» или «Личный», к ним можно отнести все посты, в которых вы размещаете фотографии, на которых вы лично сам находитесь. Но чаще всего сюда размещают такую информацию, которая не связана с вами, как с экспертом. Это чаще всего вы как человек, потому что мы же двигаем личный профиль. Здесь, конечно, в первую очередь нужно показывать не ваш бизнес, не вашу работу, а вас именно как человека. Как вы отдыхаете, какая-то ваша личная жизнь, ваши друзья, встреча с друзьями, знакомыми. Только не нужно, конечно, снимать какие-то пьянки, гулянки, но это не совсем будет биться с вашей экспертностью, особенно если мы говорим о здоровье. То есть человек рассказывает о здоровье, а тут какие-то жирные люди, которые лицами лежат в тазиках с салатами. Конечно, очень хорошо работает это путешествие. Если человек может путешествовать, это яркое доказательство того, что человек успешен. И, конечно, ваше хобби. Чем вы увлекаетесь? Воскрыть многократность вас как личности. Можно об этом тоже размещать информацию, и это будет все тему. Потому что, еще раз повторюсь, MLM – это личные отношения, люди идут на людей. Если вы смогли показать человеку, что вы не просто специалист, а вы еще просто интересный человек, то это вам даст дополнительные плюсы. Посты, которые я назвал развлекательными или общими, здесь может быть все что угодно. Какая-то просто интересная информация, которая привлекла внимание вас. Какую-то вообще тему, интересующую всех. Например. Или очень хорошо работают какие-то сборы. То есть, например, сборки интересных книг, сборки интересных песен, сборки интересных фильмов, что бы вы хотели посмотреть и так далее. Рейтинги какие-то очень хорошо работают. Все это можно отнести к общему, к информационному, к развлекательному контенту. Ну и, конечно, то, что почему-то очень часто сетевики используют у себя, это продающие посты. То считается продающим постом. Вообще-то, любой пост из раздела экспертный, любой пост у вас лично, это скрытая продажа. То есть, если вы показали, что вы очень крутой эксперт, этим самым вы подтолкнули человека, чтобы он пришел к вам на консультацию. Если вы показали человеку, что вы очень красиво и интересно живете, вы опять же подтолкнули человека, чтобы он вас спросил, а как вы этому достигли. Продающий пост крайне сложно отнести, вот что я отнес к разделу развлекательных. Я говорю о прямой, открытой, незавуалированной продаже. Это не только акция со скидкой на какой-то продукт. Это может быть какая-то акция на вашу услугу, как специалиста, на вашу консультацию. В связи с тем-то, с тем-то, вы, например, объявили скидку на свою консультацию. Либо там, в связи с тем-то, тем-то, получив консультацию от меня, вы получаете то-то, то-то. Вот это тоже все прямые продажи с объяснением, почему, например, цена формируется вот таким вот образом. Одним из домашних заданий будет сделать вот такую сегментацию по типам поста. Причем кто-то может быть добавить какой-то дополнительный сегмент. Но опять же, не надо увлекаться, нужно четко понимать для себя. То есть если вы понимаете, к чему отнести, к какому типу поста, отнести ту информацию, которую вы размещаете, то это прекрасно. Как только вы определились с типами информации, которые будете размещать в социальной сети, нужно перейти к шагу номер два. Нужно честно тебе сказать, как часто я смогу размещать информацию у себя на стене. Причем здесь не надо поступать по принципу, вот на этой неделе у меня будет много времени, я размещу там пять постов, а вот на той неделе у меня вообще времени не будет, и я вообще ничего не буду размещать. Это не вариант. Пожалуйста, определитесь, что в связи с моей занятностью, в связи с моей экспертностью, которая может быть так невелика. То есть я не могу много выдавать контент. Я максимум, что могу, например, два раза в неделю размещать посты у себя на стене. Но лучше два хороших поста, чем 20 каких-то абсолютно непонятных. Как только вы определитесь с типами постов, с количеством размещений, потому что нужно четко понимать, что публикация информации у себя на стене, это не самая большая трата времени в социальных сетях. Самая большая трата времени – это активность, на которой у нас будет отдельный урок. Именно на это больше всего тратится время. Значит, мы определились и с типами, и определились количественными характеристиками. Открываем Excel. Это проще всего сделать именно в Excel. Я, например, буду размещать по понедельникам и по четвергам. Вот два дня, в какие я буду размещать. И смотрю, например, хочу написать контент-план на апрель. 6-е, 10-е. Пишу 6-е апреля. Дальше. 10-е. И вот так вот в датах расписываю весь месяц. Итак, таблица с моим контент-планом на апрель месяц у меня готова. Я расписал даты, когда я должен делать публикации. Сразу написал время, в которое я буду делать публикации. То есть написал самое популярное время. Если вы размещаете публикацию вот с 19 до 21 часа по Москве в социальных сетях, больше вероятность того, что вашу публикацию увидят, потому что именно в это время народ сидит в социальных сетях чаще всего, и начнут делать какую-то первую активность. Возможно, она будет подхвачена из-за первой активности социальных сетях и начнет активно продвигаться. Теперь нам нужно разместить вот в этих клеточках название типов постов. То есть что вы будете делать 6, 10 и так далее. В зависимости от 4, как в моем случае, типов постов. Зачем мы сделали эту табличку? Потому что благодаря вот этой таблице вы сможете не уйти в какие-то крайности. Потому что одна из основных ошибок это заполнить всю стену либо одной развлекухой, либо одними продажами. Но благодаря вот такой табличке вы можете контролировать, а не перебарщиваете ли вы с каким-то определенным типом постов. 6 апреля я делаю экспертный пост. Можете сразу написать в скобочках о чем будет этот пост. Ну, хотя бы тематику этого поста. 10 апреля я могу разместить личный, развлекательный и продающий пост. То есть можно, конечно, пойти вот по такой простой схеме. Вот как мы их выложили, так они у нас и размещаются в контент-плане. Но если у вас разбивка только на 4 типа поста, то у вас продающий пост будет занимать 25% от общей информации. Это слишком много. Прямая продажа не должна быть настолько часто. Поэтому в зависимости от того, как у вас складывается месяц, например, в этом месяце вы больше где-то отдыхаете, можно больше информации выложить от себя. В следующем месяце у вас прям достаточно много работы, вы можете сделать чуть больше экспертных постов. Но с развлекухой тут лучше как бы не перебарщивать. И начинаем тогда выкладывать. Здесь личный, личный пост. Здесь опять экспертный. Здесь мы выкладываем развлекательный. Например, еще один развлекательный пост. И выкладываем продажи. Дальше опять идет эксперт. Желательно продажи с экспертом объединять, чтобы они у вас шли вместе. И дальше личный. И так далее. Вот накидав такой план, вы уже никогда не уйдете в какие-то крайности. Причем, обратите внимание, я на это потратил относительно немного времени. Но у меня уже есть план моих действий на целый месяц. Теперь. Задача. Как этот план выдержать? Потому что сделать план, это, конечно, хорошо. Но самое главное, придерживаться этому плану. Как это можно реализовать? В курсе полезные инструменты я рассказывал о хорошем инструменте, который называется Лидер Таст. Если вы на 6 апреля запланировали у себя экспертный пост, и его нужно выложить 19 часов. Я так и пишу. Написать экспертный пост о сайте Визитка. Беру его и перетаскиваю по временной шкале, ну, например, на 18 часов. Я его напишу. 18 часов мне программа скажет, что нужно писать. Я его напишу и выложу. И вот таким вот образом я прохожу по всем другим дням и размещаю в соответствии с своим контент-планом напоминашки себе, что мне нужно писать. Это первый вариант. Но есть еще один вариант, который, ну, лично мне больше нравится. Довольно часто возникает желание, ну, там, творческое у вас озарение, и у вас есть возможность сесть и написать сразу вот все эти посты за один, как говорят, присест. Вы садитесь, пишите всю эту информацию и затем вся эта информация выкладывается в сервис, ну, например, Новопресса, о котором я буду подробно рассказывать в закрытой части нашего тренинга. Конечно, этот сервис очень хорошо себя проявляет, когда у вас несколько социальных сетей. Но даже если у вас одна социальная сеть, он вам поможет. Благодаря этому сервису вы все свои посты, которые запланировали на месяц, загружаете в сервис Новопресс, ставите в какие даты сервис должен сделать публикации и забываете о наполнении своего профиля какой-то информации. сервис будет сам публиковать информацию, которую вы в него загрузили, по мере того, как будет подступать дата публикации. Это очень хороший сервис, я о нем рассказывать сейчас не буду, я дам на него ссылку, у кого хватит технической грамотности разобраться с ним, пожалуйста, разбирайтесь, он несложный, у него есть обучающая система, у него хорошая техподдержка и целая неделя тестового периода можете потестировать, посмотреть, как это все работает. Закрытая часть этого курса я расскажу о нем подробно, потому что я им давно пользовался, пользуюсь и мне он очень нравится, потому что ребята стабильно и долго работают. Пожалуйста, сформируйте свой контент-план, пропишите его, это будет одним из домашних заданий. Ну а в заключении ролика я расскажу о тех ошибках, которые чаще всего делают сетевики. Ошибки эти вы, скорее всего, увидите через какое-то время сами, когда будете ходить по страничкам других людей, когда у вас уже будет появляться понимание, что надо делать в социальных сетях, что не надо. Какие типичные ошибки? Первая глобальная ошибка это отсутствие вообще какого-то плана. Еще раз повторюсь, это наиболее типичная ошибка, когда вся стена это какая-то мусорка. Вторая типичная ошибка это когда нет единого стиля. Почему я показываю профиль Елены, потому что в этом профиле очень хорошо просматривается стиль, даже в цветах, в оформлении. Но самое главное, этот профиль продвигает личностный бренд, то есть человек продвигает не свою компанию, он продвигает себя. если вы обратите внимание на большинстве постов личная фотография Елены, то есть человек двигает себя. Об этом нужно помнить и единый стиль, личностный бренд, ваша фотография, хорошая фотография. Если вы придержитесь той рекомендации, которую я вам дал, то есть сходите в студию и сделаете профессиональные фотографии, можно эти фотографии на белом фоне очень легко и просто обрезать, у вас будет контурная фотография. такую контурную фотографию можно вставлять поверх любой картинки и брендировать ее своей личной фоткой. Следующая типичная ошибка, с которой встречаешься довольно часто, это перекос в какую-то определенную сторону. Ну и чаще всего это перекос у сетевиков это заполнить всю свою страничку изображением продукции. Не совсем понимаю, почему люди решают, что это кому-то будет интересно, когда вы берете фотографии, которые расположены на официальном сайте и размещаете у себя их на стене. То есть это не уникальная информация. Но и самое главное, что смотреть на какие-то пузырьки мало интересно. Если вы хотите двигать продукцию, размещайте эту продукцию вместе с людьми. Но только не с теми людьми, которые стоят как на революционных фотографиях и на руке держат какую-то баночку. Нет. Лучше использовать фотографии, где люди пользуются вашей продукцией. Тирают какой-то крем, открывают какие-то баночки. Это уже воспринимается совершенно по-другому. Но я в заключении дам еще раз рекомендацию, о которой я говорил. Чем больше вы будете просматривать страницы людей, которые уже чего-то достигли в интернете, об этом будет говорить и количество подписчиков, и активность на их стене. И вы сами будете чувствовать, что этот профиль красивый, качественный. Запоминайте эти профили, сохраняйте на них ссылки и старайтесь сделать аналогично. Ничего сложного, сверхъестественного в социальных сетях нет. Благодарю, что досмотрели этот ролик до конца. Если будут какие-то вопросы, возражения, пожелания, пожалуйста, пишите. Скорее всего, я что-то мог забыть, сказать. В полной версии нашего курса я обязательно дополню информацию о наполнении профиля, качественной информации. Мы изучим очень крутые и хорошие сервисы, которые вам позволят делать этот контент профессиональным и делать несложно и, главное, быстро. быстро.